Я Рэй, и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения тебе, мой зритель. Это очередная серия Лесплея по игре Эвен Колони. Мы продолжаем выживать, и у нас даже вроде как получается. Наши теплицы в прошлой серии были построены, и они неслабо наполняют нашу колонию такой вещью, как хлебами, ячменем и так далее. Ячмени и брокколи пока только выращиваем, но это, тем не менее, да, теплицы гарантированно приносят то, что они должны приносить. Пускай не самым оптимальным образом, но нам сейчас очень важно максимально выбрать, да, максимально выбрать все, что мы можем выбрать из еды. По идее, тем не менее, пока проблем я таких прям серьезных не вижу, с водой проблем я не вижу. И с энергетикой, и с проблемой мы ушли, потому что здесь я построил такую хорошую фирму. Кстати, можем даже начать забирать энергию обратно в систему. Вот. И да, нужно строить срочно, как мне кажется, во-первых, оборону. Она вообще у нас никак не построена. То есть, что ж ты будешь делать? Такой оверлей, честно говоря, ужаснейший, ужаснейший. Ничего не ясно в этой угле, в этой дымке. Насколько хорошо или плохо мы себя защищаем по энергетике. Ну, давайте сюда поставим башню молниезащиты. Сюда тоже воткнем башню молниезащиты, чтобы она, опять же, закрывала важный контур. Как по мне кажется, это действительно важный контур. Соединение фермерского нашего хозяйства с нашими агрокультурного центра. С центром колонии как таковым вообще. Вот поэтому, соответственно, здесь тоже ставим защиту. И, по идее, нужно, конечно, плазменные турельки начинать вставить. Но они, честно говоря, уже дорогие по энергетике. То есть, они дорогие непосредственно по... Короче, давайте потерпим пока. Вот с этим, с плазменными турельками, пока потерпим. А так они, конечно, очень полезные. Но как доберемся вот до этих участков, обязательно надо будет по ходу дела включать. И это тоже. Так, есть ли у нас, кстати говоря, такая вещь, как политики? Политики, политики? Нет. Драун авторепейр. Пока нужно хотя бы один раз победа, чтобы была на выборах. Так, чего мне не хватает для счастья? Давайте-ка подумаем хорошенько. А для счастья мне сейчас очень не хватает. Например, я так позоверяю, что у меня большая проблема с полицией. То есть, начинает уже расти потихонечку преступность. Конечно, минимальные пока уровни преступности. Но они уже начинают присутствовать. И это меня несколько беспокоит. Поэтому вот сюда мы ставим вот таким образом участочек. И здесь мы начинаем ставить такую вещь, как защиту. Уже непосредственно полицейскую защиту сюда. Пихнем хотя бы первого уровня. То же самое, наверное, нужно будет сделать и где-то в этом участке, где-то в этом районе. Чтобы полиция начала свою работу уже потихоньку. Вот пока не будем прям сильно развивать, ускорять людей там. Хотя давайте, наверное, даже начнем. Быстрее строить и начнут. Нет? Сразу, наверное, даже причем улучшаем. Хотя прям такой острой необходимости, конечно, сейчас в этом нет. Ну, сейчас у нас заработала ферма железа. Так, а здесь начинаются проблемы, да? Давайте пока посокращаем людей, чтобы не так... Не успеваем перерабатывать то, что производится железо. Вот сейчас оптимальненько. Пускай лучше на шахты железа начинают там работать нормально. Да, занятость в домах минимальна. То есть людей хватает. Я даже построил вторую ферму. Ну вот, закрыли рис. Рис. И торговый контракт. Такое ощущение, что все, что ли? Этот контракт не будет никогда закрыт. Ладно, посмотрим. Потому что что-то вообще только один рис привезли. Это как-то. Что за насмехательство какое-то. Да, кое-где иногда игра, честно говоря, как по мне. Как мне кажется, начинает потупливать. Ну, а что делать? Так, где-то у меня здесь была водокачка. Вот она, помпа. Успевает она отрабатывать? По-моему, успевает, да? Да, запасы воды очень хорошие. Так что все тут хорошо. Да, в прошлой серии я уже вот после очередного своего, как бы, участка, да, игры, построил здесь еще один эмиграционный центр. Как мне показалось, он здесь будет нужен. Наша задача построить уже, наверное, первый такой исследовательский центр, да? Да, и госпиталь тоже надо, на самом деле, ставить. Давайте центральный госпиталь сначала организуем. Думаю, что это действительно понадобится нашим колонистам. Наши колонисты будут более счастливы. Да, качество выбочки сегодня снова страдает. Ну, я пока еще не связывался с поставщиками. Вот, а как свяжусь, обязательно будет уже что-то ясно, тогда и скажу. Как у нас что будет по этому участку. По еде мы, тем не менее, в адекватном участке. Ну, думаю, что, на самом деле, в этом участке нужно продолжать держаться. То есть, нельзя слишком далеко уходить. Да, просят уже построить, конечно, исследовательский центр, но, как мне кажется, госпиталь гораздо более важная вещь в этом отношении. Еще раз апгрейд. О, мы выполнили миссию. И нашей колонии уже 100 человек. Так, это уже, скажем так, заявочка не слабая. Новая миссия. Теперь нам хотят, чтобы мы выиграли референдум. Отлично. Мне это нужно. Хотя бы для того, чтобы... Да, кстати, здесь израничение стадион и земной центр. Посмотрим, что у нас получится. Вообще, миссия, насколько я смотрю, такая более глобальная. Может быть, даже хватит времени на то, чтобы это все построить. В этот раз, да. Так, теперь ресерч-центр. Он у нас большой, крупненький. И, по-моему, здесь ему... Вполне себе так, хорошее место, да. Для него. Но, все-таки, наверное... Надо вот сюда его все-таки начнем ставить. Здесь у нас такие будут крупные центры. Как раз напротив... Напротив небоскреба. Чтобы нормально заселять людей сюда. Чтобы они здесь учились. Изучали новые знания. А точнее, на самом деле, да. Цель миссии. Вот эти вот построечки вдали. Исследовать. Его нужно вести до второго уровня. Так, со складами у нас как? Пока все более-менее. Качество воздуха... Ну, немножко так себе, честно говоря. Надо будет по этому поводу очень серьезно думать. И решать. А, у нас еще... Ну, у нас есть куда расти. Давайте сразу заапгрейдим разочек. Уже. Можно сразу будет... Улучшить сразу состояние наших складов. Капитально. Да, что-то как-то... Контракт... Дотянется ли он до конца, да? Насколько он выполнен, непонятно. Ладно, посмотрим. Чисто интересно вообще, да. То есть, мы бесплатно получаем один рис. Что тоже, в принципе, забавно и неплохо. Зима, наступает зима, холода. Но у нас теплица в этот раз. В этот раз я решил строить теплицы. И они производят. Производят, делают то, что они должны делать. Безработица, тем не менее. Так, что такое? Ага. Ого. Ого. Так, вот это уже... Не ага, не угу, не ого. Это плохо. Геотермалки. Расстроить геотермалку срочно. Давайте тогда тебя деактивируем, чтобы энергетику на некоторое время привести в чувство. И кого бы еще бы деактивировать. Давайте торговый хаб тоже. Давайте пока госпиталь тоже временно деактивируем. Немножечко полечили. А дальше... О, запас энергии. Но просто батареи не можно отдавать с такой скоростью, с которой надо бы. Вот в чем дело. Как у нас дела по референдуму? Тут никто не говорит, какая статистика. Ну, опять же, нужно смотреть. Можно отсюда смотреть, да? Среднее счастье 70-й. На самом деле, насколько я понимаю, хотя бы 50 из-за среднего счастья будет. У этого будет достаточно. Так, по-моему, максимально насколько сможем протянуться, интересно, сюда. Так, здесь надо будет однозначно ставить дронов. О, а сейчас оверлей нормальный, кстати. Ну вот, энергетика вернулась. Нормальное русло. А там даже можно батарею снова включить. И все поактивировалось. Все замечательно. Так, у нас не выбран проект. Зачем мы это все дело устраивали? Зачем исследовательский центр, если мы ничего здесь не следуем? Так, и, наверное, первым делом мы уйдем в такую вещь, как Кейкосладж. Может быть, я даже не знаю. Или как обычно, да? Давайте сначала все-таки с еды начнем. Снимем с паузы, чтобы проект активировался, да? И следующим ставим, опять же, Энтари. Потом Гроджи. Квори. Квори. Даже, наверное, Гроджи потом. Сначала Энтари, потом Квори. Вот как-то в таком порядке, чтобы она начала работать. И апгрейдим. Апгрейдим как раз центр. Посмотрим, что из этого выйдет. Интересно, тут будет нас встречать такая вещь, как споры. Или нет. Ладно, запускаем людей на работы. Пускай работают в полном объеме. Не будем ограничивать уже. Хватит достаточно. То есть, пускай работу по душе, я ищу. Может быть, это не совсем сейчас разумно. Так. Отлично. Кстати, может быть, стоило бы количество вот исследовательных товарищей сокращать. Так. Угу. Ну, собственно, да. Вот она наша победа. То есть, нужно сюда протянуть дроны. Чтобы строить можно было бы. И проанализировать структуры. То есть, на этом, в принципе, миссия уже может быть закончена. То есть, ее можно закончить теоретически гораздо быстрее. Да? Вот, чисто теоретически. А на практике все может пойти совершенно иначе, конечно. Давайте попробуем. Хотя бы пока протянуть сюда дронов. А сейчас, интересно, защита будет нормально видна. Вот, сейчас нормально защита видна. Надо же. Так, что с едой? Вот, еда уже начинает. Количество еды уменьшаться. 15,7. Торговые контракты нас уже не спасают. Один рис это. Не знаю. Ну, вот есть такой глюк. Ну, в конце концов, у нас есть еще здесь куда развиваться. Если что, тогда. Так. Попробуем включить снова. О, сейчас я в реле даже нормально виден. Угу. Так. Ну, попробуем двигаться, в конце концов, по миссии. А там будет видно, действительно. Может быть, на этом миссии будет закончена наша. То есть, мы уже близки, может быть, действительно, к завершению вот это вот все распотякивание. А может, оно и не нужно, а? Сделал дело и ушел, в конце концов. Попробуем. В конце концов, как минимум, мы попробуем. Сейчас какой-нибудь раз там этот шпион, который прячется, постоянно вылезет и устроит нам взбучку. Не знаю. Это пока предположение. Но вот этот вот участок мы захватим геотермалку. Как только у нас будут дроны. Строительные рядом будут, сразу захватим. Отлично. Здесь, скорее всего, придется строить что-то жилое, помещение. Давайте немножко ускоримся. Сейчас начнется проблема, что сюда никто не пойдет работать, потому что далеко уже он буянит. Да. Еще это нормально. Так, ну и построим, наверное, здесь, соответственно, защитное сооружение. А также сюда нужно будет построить, конечно же, хабитат хотя бы первого уровня. Чтобы обеспечить людей здесь. Проблемы с едой. Как у нас тут? Low. 9. 9. Ну, пока терпим. Давайте хотя бы первый хабитат построим, первоуровневый. Можем уже поставить. Не можем достигнуть, не можем достигнуть. Понятно. И здесь нужно будет построить еще одного дрона. Хорошо. Сейчас сначала. Проблемы с воздухом. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот это уже совсем проблемы с воздухом. Сейчас будем с этим разбираться. Сначала, сначала, сначала. По энергетике мы все успеваем. Самое главное, что по энергетике у нас все получается. А вот чистить воздух придется. И очень капитальным образом придется. С едой. Пока. Пока живем. Сейчас объявят кризис. Тогда, пожалуйста. Начинаем сканирование первое. Так. Давайте сразу двунок тогда проапгрейдим. Хм. А можно даже вот так, да? Так тоже можно было. Так. Отсканировано. Так. И Тернамут рассказывает сказки. Ну, рассказывает, что канцлер, мы начали исследование. И спрашивает командор то самое, что нашла. Готовы ли мы? Спрашивают, Каландра, ты что-нибудь помнишь вообще? Она говорит, я ничего не помню. Короче, все, что я помню, то я то, что проснулась в медцентре. И на этом как бы все. Вот. Она говорит, а я ничего не помню. У меня все хорошо. Я ничего не помню. Все прекрасно. Кстати, я все-таки вот это сделаю. Да, что насчет куба, который ты там нашла? Может быть, ты там что-то припомнишь по этому поводу? Ну, типа могло случиться за то, что ударилось головой. Джек, какой прогресс анализа? И? Короче, то, что они нашли, это какой-то типа... Чужеродной истории. Короче, они начали строить, изучать науку, строить компьютеры. И да, эти существа жили здесь, на Эвен Прайм. Да, говорит. Типа, все, это здесь жили. Но полностью не уверен, короче говоря, да. Может, они живут под землей и так далее. И все, что я знаю, что эти люди, существа, изменились. И они вроде какое-то сообщение прислали. Кстати, что там у нас? Да, не работает, короче, торговля опять засбоила. Ну, ладно. Короче, они говорили, что они какие-то исследования оставили для нас. А тем не менее, да, мы победили. Все-таки вот, вот он, конец серии. Вот так вот, внезапный. Ну, что ж, действительно, оказалось все интересней. Вот. Сейчас верну, верну на место. Вот оно как. Вот оно что. То есть, какой-то сорт, типа, что-то сообщение. Ребята, если вы знаете, поняли лучше меня, то тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, что за историю. Да, я вот, насколько понял, настолько вам рассказал. Все оказалось гораздо интересней. Мы прошли миссию гораздо быстрее, чем ожидалось. Что ж, следующая миссия у нас должна быть, по идее, в игре Хайлас Крестсанд, да. Вот. Сценарий Глэйсер и Арида Месса. Ну, продолжать я пока, вот, и летсплей по Эвен Колони не буду, потому что, или буду, я не знаю, я не уверен. Короче говоря, я... Может быть, приду к чему-то другому. Ну, вот, как-то так. Тем не менее, всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих серий. Понравилось видео? Не будь редиской. Поставь лайк. И оформь подписку. Мы имеем маленький сеттимент здесь, и вы будете сомневаться на touchdown.